Всем привет! Меня зовут Дмитрий и это канал SharaGames.ru Сегодня я вам расскажу, как легко и быстро установить игрушку World of Tanks на ваш компьютер Перед началом установки мы будем сверять минимальные системные требования игры и характеристики моего компьютера Делать я это буду при помощи нашего сайта SharaGames Открываем любой браузер и заходим на сайт В адресной строке прописываем shara-games.ru Находим нужную нам игру, в данном случае это World of Tanks В списке всех статей находим системные требования Находим статью, открываем ее Итак, у нас здесь есть табличка с системными требованиями, которые включают в себя рекомендуемые и минимальные требования, а также параметры Для того, чтобы сравнить их, мне понадобится открыть мой компьютер А также я воспользуюсь пунктом выполнить Найти его можно либо в поиске, либо в стандартных программах Pingus Отлично Прописываю команду dxdiag Она покажет нам все оптимальные параметры, которые есть на компьютере Мы начнем их сравнивать Отлично Итак, операционная система На моем компьютере установлена Windows 10 И она подходит под минимальные системные требования Процессор, который есть Процессор у меня Core i3 540 Он тоже соответствует минимальным требованиям Оперативной памяти здесь 8 гигабайт Этого более чем достаточно Видеокарта У меня здесь на данный момент находится NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Хорошая видеокарта Так что проблем с ней у меня быть не должно Аудиосистема совместимая с DirectX 9.0 Да, это нам соответствует Дальше, жесткий диск Свободного места нам требуется 22 гигабайта Заходим в мой компьютер Ну да, у меня есть место на локальном диске F Туда я и буду устанавливать игрушку Интернет 256 кбит в секунду В принципе, тоже все соответствует Итак, у меня все нормально Я могу приступать уже к регистрации Итак, далее жмем «Играть бесплатно» Перед нами открывается страничка Для ввода в поля формы Различная информация А также мы можем зарегистрироваться Еще и через соцсеть Я воспользуюсь по старинке формами Я специально заготовил Новую почту, новый email Копирую его и вставляю Далее выбираю никнейм Отлично Пароль придумаю Повторяю Ставлю галочку в пункте «Я принимаю пользовательское соглашение» И нажимаю кнопку «Продолжить» Отлично Сайт нам сообщил Что нам на почту должно прийти письмо С подтверждением Жмем «Завершить регистрацию» Немножко подождем Пока все прогрузится Отлично Регистрация завершена Теперь мы можем приступить К скачиванию лаунчера Нажимаем «Скачать бесплатно» Паунчер скачивается очень быстро Пару секунд подождем И уже можем начинать установку игры Сразу же на выбор у нас есть Несколько языков для установки Я выбираю русский Нажимаем «Ок» Далее Игрушку я буду устанавливать На диск «F» Как я и собирался Сейчас найдем папку Которую я также заранее заготовил Называется «Tanks» «Ок» Жмем «Далее» Устанавливать «DirectX» Мне уже не нужно Я там не буду ставить галочку А вот «Добавить игру в исключение Windows Firewall» Я обязательно ставлю Жму «Далее» Буду устанавливать Стандартный клиент Те, у кого очень мощные компы Могут воспользоваться функцией HD клиента Для удобства Создаю ярлык На рабочем столе Далее «Установить» Ждем совсем немножко времени Пока лаучер у вас установится Отлично Ярлык уже появился Началось скачивание клиента И создание аккаунта Соответственно Это все происходит в автоматическом режиме Отлично Процесс пошел Никаких ошибок у нас нет Пока у нас устанавливается сам клиент Я бы вам хотел рассказать о некоторых ошибках Которые возникают при установке игры Одна из наиболее популярных ошибок Это отсутствие библиотек DirectX 9.0 или выше Какие характерные признаки этой ошибки Во-первых Либо во время установки Либо сразу после установки Либо перед началом запуска игры У вас возникает такое окошко на мониторе Которое сообщает Что не хватает какого-то файла DLLD Решается эта проблема следующим образом Мы переходим на сайт Microsoft Находим там DirectX 9.0 Скачиваем его на компьютер И соответственно устанавливаем Следующая ошибка Которая часто возникает Это ошибка связанная с Internet Explorer Точнее с его старыми версиями А еще точнее с настройками этих старых версий Как она решается? Она решается путем полного удаления Internet Explorer И установкой новой актуальной версии Скаченной с официального сайта Microsoft А все кто боятся там что-то скачивать Или обновлять свой Windows Я вас хочу обрадовать То есть у вас лицензия Крякнутая там версия ваша Не слетит никуда Все будет нормально Что еще? Еще одна такая наиболее частая ошибка Которая возникает при установке Связана с вашим программным обеспечением Точнее с антивирусниками Брандмауэрами Фаерболами и так далее То есть если вы не вносите Клиент Саму игру Лаунчер В список доверенных программ То у вас возможно такое Что Брандмауэр или антивирусник Запретят просто выход программ в интернет Ну такое возможно Что вам нужно делать? Вам нужно добавлять Вот эти все вещи Которые я перечислил В список доверенных программ И разрешить им доступ в интернет Соответственно То есть если вы видите Что обновление не скачивается Не разархивируется Ну или что Еще какие-то такие ошибки возникают То соответственно Нужно сразу проверять Программное обеспечение Также если возникают Какие-то непонятные ошибки О которых вы не знаете И не можете найти в интернете Советую вам всегда Проверять жесткий диск На наличии ошибок Также смотреть Чтобы ваши системные требования Соответствовали Ну в принципе И программное обеспечение Которое отвечает за Работу с вирусами Тоже нужно проверять Ну это в принципе все И теперь мы можем Приступить к следующему шагу То есть мы будем Настраивать игру Итак дорогие друзья Игра у нас установилась И единственное Что нам с вами осталось делать Так это настроить Графические параметры Под характеристики компьютера Для этого я захожу в игру Обвожу данные Которые я указывал При регистрации Нажимаю Запомнить меня И кнопочку Войти Чтобы несколько раз Снимать одну и ту же информацию Так через пару секунд Игра загрузится Отлично У нас началось Обновление интерфейса И в принципе Практически все готово Да Я перехожу в настройки Мне нужны графические настройки Качество графики Будет средним Ставлю галочку Напротив полноэкранного режима Поскольку мне так удобнее играть Переходим Расширенные настройки Здесь мы изменяем Качество текстур На более высокие Качество теней Также И качество ландшафта Тоже улучшаем Нажимаем Применить Соглашаемся Так Сохраняем И Окей Все готово Возвращаемся в игру Теперь проверим Как у нас будут выглядеть Эти настройки в бою Мы находимся в очереди Я вам хотел сказать Что наша основная цель Вообще Этих настроек Добиться некого баланса Баланса между графикой И производительностью Для этого мы будем смотреть На количество FPS То есть кадров в секунду А если оно будет В районе 30 То есть от 25 до 30 Нас в принципе это устроит А если количество кадров в секунду Будет выше 30 Мы даже сможем поднять Еще некоторые графические параметры А если у нас FPS будет падать Проседать где-то до 20 и ниже То это значит что График нужно понижать Поэтому Посмотрим Так Что я могу сказать Ну уже картинка довольно приличная Танки прорисовываются хорошо Даже при приближении FPS на уровне 30 Сейчас начнется бой И уже в бою будет видно Не будет ли у нас Проседания Лагов Багов И различной Всякой ерунды Итак начинаем Так Ну FPS отлично Как раз то что мы хотели 31, 32, 29 При приближении Текстуры хорошо просматриваются Все дома и развалины Тоже отлично видны Танки которые впереди Также отлично Заметны Попробуем стрельнуть Ну да Даже после ударов То есть нет никаких Таких фризов Заморозок Все происходит Довольно плавно Никаких дрожаний нет Меня это очень радует Так FPS Тоже в принципе Неплохое значение Показывается Даже во время Активного боя Даже когда Подбиваются танки То есть нет этого Зависания Все идет Довольно плавно Что в ближнем бою Что в дальнем Итак друзья Что я могу сказать В принципе Настройки Себя оправдали То есть Все манипуляции Которые я производил Они себя оправдали FPS На уровне 30 Меня это устраивает Качество графики Тоже Отличное Довольно таки То есть Все детализировано Выглядит все Прекрасно Итак Если вам это видео Оказалось полезным Если оно вам понравилось Обязательно Ставьте лайки Подписывайтесь На наш канал Ждите новых видео С вами был Дмитрий И сайт SharaGames.ru Всем до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok